Итак, дорогие кандидаты, поздравляю вас с приобретением нашего кембриджского ассистента A2B1 Cambridge Bot. И я расскажу вам сегодня, как его и можно, и нужно использовать. Итак, пишем hello, или в принципе любое можно слово вежливое, хорошее писать. Можно начать писать, например, да, hi, только не пишем. Лучше всего hello. И здесь он вам дает сразу на выбор два уровня. A2B1. Я покажу сегодня все на примере A2. B1, тот же, та же самая система. Нажимаем на A2. Он сразу спрашивает, phrasal verbs, фразовые глаголы, либо prepositional phrases, что вы хотите выучить. Например, начнем с phrasal verbs, да. Значит, part one. В A2 у нас четыре части фразовых глаголов, в B1, если я не ошибаюсь, семь. Логично, да. Значит, смотрите, вам выдается первая часть, да. Look after, например, нажимаем ссылочку. И он выводит вас на кембриджский словарь, где написано значение слова и примеры. Это очень важно, да. И так по каждому слову, соответственно. После того, как вы выписываете себе это все, значит, вам нужно иметь тетрадку, где написано, например, my phrasal verbs, да, my prepositional phrases, где вы выписываете в эту тетрадочку по-английски, look after, вы выписываете значение слова, присматривать за кем-либо, чем-либо. И пример. Как вы видите, это как раз-таки phrasal verb уровня А2. После того, как вы все эти слова выпишите, в каждой части до восьми глаголов идет до восьми prepositional phrases. Обратите внимание на кнопочку Quizlet, соответственно, да. Значит, вы нажимаете на Quizlet и он перебрасывает вас в сеты. Вы должны быть зарегистрированы на Quizlet, если вы работаете с мобильного приложения, то вы скачиваете мобильное приложение, соответственно, да, и он тогда сразу попадаете в этот сет. Где вы играете? Я рекомендую так. Сначала сделать карточки, если это с компьютера, да, карточки, то есть у вас есть слово и definition, да. Слово и definition. Что это значит? На английском языке definition. Wash up, это to wash your hands, look out for, это to try to notice, да, и потом модуль заучивания, и потом модуль письмо. Модуль заучивания помогает вам запомнить все phrasal verbs, которые только у нас есть, да. То есть вы выбираете один из четырех, соответственно, да. Так, to go somewhere in your car, это pick up. To try to notice someone or something, это у нас look out for, to wash your hands, это у нас wash, wash up, может быть, да. To take someone to a place to show them certain parts, это look out for, to wash your hands, это wash up, может быть, да. Так, после этого идем на модуль письмо, да. Что такое модуль письмо? Вам дан definition, а вы вписываете, что такое to write a place, и вы сюда вписываете фразовый глагол, да. Таким образом вы тренируете прекрасненько себе все фразовые глаголы. Играть в этот Quizlet рекомендую вам каждый день, потому что все три игры у вас займут минут 10, максимум 20 каждый день. Но именно Quizlet поможет вам заучить все эти фразовые глаголы. Потом мы нажимаем other parts, и то же самое делаем со всеми остальными. Давайте я покажу вам теперь, как мы можем с вами потренировать prepositional phrases, да. Значит, phrasal verbs разобрались, я показала вам prepositional phrases. В принципе, система очень похожа. В каждой части у вас part, до 8 prepositional phrases есть. Нажимаем part 1, да. То же самое, вот у нас кнопочки, нажимаем на каждую. И, значит, здесь у вас есть перевод, смотреть на, и 3 примера на каждый prepositional phrase есть. Дело в том, что в английском языке надо все запоминать. Look at, wait for, listen to, и так далее. Именно поэтому мы создали этого кембриджского бота, который поможет вам ознакомиться. Предложение, как вы видите, как раз таки уровня здесь А2. И выписываете себе точно так же, как phrasal verbs. Выписывать надо отдельно. Phrasal verbs А2 отдельно, и prepositional phrases отдельно. То же самое, вы выписываете look at. Дальше вы пишете перевод, смотреть на. Дальше вы пишете примеры, можете писать один пример, да. После того, как все вы выписали, изучили, идем на квизы. И что вас ждет квизы? Чем это отличается от prepositional phrases? Значит, смотрите, здесь у вас папка. В папке у вас 3 сета. То есть, если на phrasal verbs был 1 сет, то на prepositional phrases у вас 2 сета. Я рекомендую начать с вот этого. А2 prepositional phrases part 1. Идем по той же самой схеме. Сначала карточки, у нас look at, дальше у нас wait for, и так далее. Потом заучивание и потом письмо. Вот в таком варианте. Следующее, что я вам предлагаю, сет, это там, где у вас есть translation. Потому что translation, опять же, вам дан русский перевод, точно такой же, как в примерах. И потом вам надо будет самим вписать. То есть, потом у нас заучивание, потом у нас письмо. То есть, в письме, соответственно, вам нужно будет бесплатно вписать значение for free. Бесплатно это for free. Хорош в good at и так далее. То есть, вот такой вот замечательный сет, вот такая замечательная игра с translation. И третий сет, это предложение, в которое вам нужно вписать то же самое prepositional phrase. Вот, называется example. Также вы идете к карточке, потом заучивание, потом письмо. Либо можно сразу перейти к письму. Соответственно, я пишу wait for, потому что инговое окончание здесь есть. Также вам даны первые буковки, для того, чтобы вы могли вспомнить. The great way for. И так далее. It was very kind of. You уже есть, поэтому kind of. И так далее, ребята. Понятно, да? И вот таким образом вы запоминаете все prepositional phrases. Нажимая на other parts, вы, соответственно, все остальные other parts, prepositional phrases можете изучать. Успехов вам! Самое главное, что этот бот будет доступен вам из любого устройства. Будь это ноутбук, будь это планшет, будь это мобильный телефон. И вы всегда можете найти его в своих сообщениях, где бы вы ни были. Успехов вам в покорении уровней А2 и B1. Ваш Cambridge Teacher нисколько. Успехов вам! 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 Продолжение следует...